Приветствую вас. Ну, что вам можно сказать. Поскольку родители вас обесценивали, и поскольку, скорее всего, это был процесс такой достаточно длительный, да, то есть это не что-то такое единичное, да, вот что, соответственно, и учёба, то есть учиться выражать свои чувства, вам нужно также постепенно. То есть это вот такой процесс, который нужно пройти от и до, собственно говоря. Если, конечно, вам это интересно. Как бы так вот можно ответить вам. То есть это именно процесс, это именно процесс, именно... процесс именно действия со своими чувствами. Это выражение протеста родителям вашим, в том числе. Это поиск и реализация своего собственного ресурса, который есть у вас, который есть внутри вас. Вот. Ну, примерно так. Самостоятельно вы это сделать вряд ли сможете. Я могу вам порекомендовать. Книгу, которая называется «Практикум по гистальтерапии» Федерико Перлза. В ней, в этой книге есть необходимое упражнение для работы со своими чувствами, в том числе. Вот. Ну, это как бы в качестве такого начала можно использовать в качестве старта. Вот. А дальше уже... Дальше уже вам все равно понадобится помощь психолога. Вот. Скорее всего. Потому что, ну, будет сложно, будет зло. Вам самой, скорее всего, справиться с данной ситуацией. Вот. То есть, опять же, как показывает. Практика. Но, поэтому это сделать тяжело. Вот. Если, ну, не сказать больше. Вот. Теперь поработать чувствами. Вот. Почитать книгу, а после выбирать себе психолога и начинайте работать с ним. Для начала работать именно с обесцениванием родителей, да. То есть, ну, с обесцениванием родителя. Для начала откуда у вас, вот, почему у вас взялась именно такая точка зрения на это. Почему вы увязываете то, что вы, вот, свои чувства подавляете именно с этими моментами, а не с чем-то другим. Вот. На мой взгляд, это то, что так же нужно выяснить. Вот. Ну и, соответственно, это вопрос, в том числе, вопрос личной ответственности. Потому что вы сейчас обвиняете своих родителей в том, что произошло, в том, что случилось, а, как бы, отвечаете за это все равно вы и все равно это ваше. А, значит. Ну, ну, это вас, соответственно, непосредственно. Вот. Так, СПО. Смотрите. И двигайтесь вот в направлении, именно, постепенно. обучение себя. Работа с Чудингом, и это процесс, это процесс именно взаимодействия с человеком, к которому вы можете полностью доверять. В целом в том числе и доверие. Ну, вот. Я почему-то думаю, что вы как раз таки себе не доверяете. Как раз таки. Далеко. Ну не так. Не так хорошо вы себе доверяете, как могли бы доверять, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот в принципе так. Я думаю можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.